Привет, Гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Я бы сейчас был очень осторожным при открытии крупных позиций. Я думаю, что это опасно. Объемы падают. Время открывать крупные позиции на биткоине было, когда он стоил 15-16 тысяч долларов. В 22-23 году. А теперь нужно торговать осмотрительно. Давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки, и сразу биткоин. Недельный таймфрейм. Через минуту закрывается неделя. И вы видите, какие низкие торговые объемы. Мы смотрим на недельный таймфрейм, значит, каждая свеча – это одна неделя. Внизу это торговые объемы. Показывает, сколько биткоина торгуется в течение недели. На неделе было проторговано 500 тысяч биткоинов. Через минуту закрывается эта недельная свеча. На прошлой неделе было проторговано 480 тысяч. Две недели очень низких торговых объемов. А чуть раньше было проторговано 641 тысяча. А когда биткоин шел на 70 тысяч, когда я продал там биткоин, то тогда торговые объемы были 1,3 миллиона биткоинов. Здесь 1,36. Здесь тоже 1,36. А сейчас мы видим только 600-500 тысяч торговых объемов. Поэтому упали существенно. И через 30 секунд закроется эта недельная свеча. Уже вот-вот она закроется. 30 секунд. И опять же, какие низкие торговые объемы. Сравнительно с тем, что было раньше, Когда биткоин шел на 74 тысячи, 1,3 миллиона. А там, когда я все продал в марте, 1,18 миллиона. А теперь торговые объемы меньше. Через 10 секунд закроется свеча. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Свеча закрылась. 500 тысяч 69 биткоинов. Очень низкие торговые объемы. Сравнительно с тем, что было раньше, Когда биткоин шел на 74 тысячи. Поэтому будьте очень осторожны. Закрылась недельная свеча. И это медвежья. Вот разворотная на прошлой неделе. Поэтому будьте очень осторожны. Также на недельном мы видим двойную вершину на биткоине. Нужно быть очень осторожны. Крипто Гурубот все еще держит сигнал на покупку. А этот сигнал он дал еще в феврале прошлого года. Когда биткоин стоил 20 тысяч долларов. И опять же, именно там нужно было открывать крупные позиции на биткоине. Ровно так, как я и делал в своих видео. На дневном мы тоже видим двойную вершину. 1, 2. Это большая двойная вершина. А есть еще поменьше. 1, 2. Очень опасно. Это очень опасно, на мой взгляд. Также смотрим, какие новые паттерны формируются. Это новая трендовая для биткоина. Формируется. Так можно провести. Все еще восходящий клин. Вот он, восходящий клин, о котором я уже давно предупреждаю. Внутри создается давление. Выходим вниз. Теперь так же и двойная вершина нарисовалась. Поэтому будьте очень осторожны. Какой еще паттерн у нас тут есть? Поддержка. Мы можем еще одну трендовую провести. Внизу. Вот так. Это... В общем, вот такой получаем паттерн. Что это? Нисходящий расширяющийся клин. Нисходящий расширяющийся клин. Шик. Это может быть и бычий паттерн. Видите, да? Это бычий нисходящий расширяющийся клин. Ну... Не так уж и плохо. Но меня беспокоит восходящий клин, который тут был раньше. Вот этот восходящий расширяющийся клин. Это медвежий паттерн. Вот так он работает. Внутри создается давление, давление. И выходим вниз. Поэтому будьте очень осторожны. И вот мои две торговые идеи, как заходить в биткоин. А еще, опять же, двойная вершина. И вот еще одна двойная вершина. Раз, два. Тоже двойная вершина. Поэтому я думаю, что биткоин вниз пойдет. Первая торговая идея у меня стоит на 63 тысячи. И вторая на 59. Это уровни поддержки для биткоина. Я думаю, что биткоин действительно пойдет вниз. Будет выходить из этого восходящего клина. Я думаю, что вот так оно будет. Чик-чик-чик. И вниз идем. Поэтому я бы подождал этого падения. А там уже заходил. От уровня поддержки. А вот они. Одна здесь. Поддержка. 64 200. И на 59 тысяч. Тоже поддержка. Но это я бы опустил чуть ниже. Потому что польется биткоины. На рынке будет паника. Вот два уровня поддержки. Где можно было бы заходить? В биткоины. И такие заявки у меня уже стоят на бирже Bybit. На три биткоина по 63 тысячи долларов. И на 10 биткоинов по 60 250. На балансе у меня 605 тысяч долларов. Снова проседает баланс. А что я держу? МСРТ 16,9 процентов. МСРТ 16,9 процента. Эфириум. Это 3703 доллара. Есть у меня торговая идея. Зайти на 3200. Но также есть поддержка и чуть выше. На 3572 доллара. Но основной уровень поддержки. Это 3200. И мы видим двойную вершину на эфире. Так же как и на биткоине. Будьте очень осторожны. На эфире, когда открываете лонги. Моя торговая идея зайти на эфире. Это 3274 доллара. Стоп-восс на 3171. И тейк профит на 5300 ставим. Это конечно если будет хорошая бучка. Нужно посмотреть как это реагирует эфир, когда опустится на 3200. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Я сам торгую в основном именно на Bybit. Так же можно торговать на Bingex, на Binance. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь техническому анализу. И 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму. Так же комментарии моих студентов. Я заработал больше 1 миллиона долларов, потому что Джеймс. Все должны пройти его курсы по криптотрейдингу. Я заработал больше 1 миллиона за 5 месяцев. Я заработал 8 тысяч долларов, меньше чем за месяц, на советах Джеймса Криптогуру. Я купил твои курсы несколько месяцев назад. Уже отбил бабки и купил себе Харли Дэвидсон. И таких комментариев очень много. Их просто сотни. Прибыль подписчиков, комментарии. Очень много зарабатывают мои подписчики. И у меня очень-очень много комментариев от моих подписчиков, моих студентов. Спасибо тебе, Джеймс, ты изменил мою жизнь. И таких комментариев очень много. Будьте осторожны. Опасная ситуация на рынке. Я на 50% в кэше. Так же у меня есть различные альткоины. Но небольшие размеры позиций. И так же ниже я расставил ордера на покупку. Но давайте посмотрим так же на... На что? На доджкоины. Доджкоин тоже падает. И падают торговые объемы. Альткоины-то на самом деле могут очень сильно просесть. Имейте в виду. На 11 центов может доджкоин опуститься. И как раз там у меня стоит заявка. Я бы сейчас очень осторожно торговал. И я бы сокращал позиции. Но хотя я уже сократился. Сильно. Все то, что уже выросло. Нужно быть осторожным. Юни вырос. Покет тоже. А, Покет не вырос. Додж вырос. Ну ладно. Короче, будьте осторожны. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. У меня тут сильный шторм надвигается. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.